Да, очень интересный мемориальный комплекс, и пока мы идем к технике, мне бы хотелось сказать, что я был неоднократно в этом музее, который здесь находится, и на территории этого комплекса. Здесь постоянно добавляются какие-то экспонаты, по крайней мере вот эта техника, она не так давно вообще появилась, и вот за последние, не знаю, там три года она, по-моему, в два раза увеличилась ее количество. Здесь очень интересный музей, и в музее сделана такая экспозиция, там соорудили, значит, эффект взрыва Голубого моста, там, значит, на территории Брянской области партизаны взрывали железнодорожные мосты для того, чтобы немцы не могли перемещать вооружение, технику, вот. И один из мостов назывался Голубой мост, он и сейчас существует, это мост через реку Десну, и вот здесь вот сделана прям целая панорама взрыва этого Голубого моста с макетами, с таким видео- и аудиосопровождением, там, грохот, взрывы, там, и очень интересные эффекты в этом музее есть. Ну что же, вот мы подошли к первому экспонату, и сейчас мы начнем просматривать экспонаты, которые здесь представлены. 120-миллиметровый миномет образца 1938 года, Шавырина, принят на вооружение в 1939 году, вес 282 килограмма, да, огромная штука, 15 выстрелов в минуту делал, дальность стрельбы почти 6 километров, вес мины 15,9 килограмм. Вот, миномет. Практически ничем не изменились минометы, то есть вот они в 30-е годы были сделаны, как и некоторые пулеметы, вот ДШК, например, до сих пор на вооружении стоит. Так, вот она, 76-миллиметровая пушка ЗИС-3, образца 1942 года, Грабина, максимальная дальность 13 километров, выпущена свыше 103 тысяч таких пушек. Ну, такую пушку мы уже видели в музее вооружения Валабина. Вот эта 76-миллиметровая пушка, которая спасла Москву, за что Грабин получил сталинскую премию и добро на выпуск. 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44. В 44-м году была разработана она, конструктор Петров, и вот 85 миллиметров, такой был калибр, кстати, у Т-34-85. Сохранилась, отлично, в отличном состоянии. Сложная конструкция на водке, с всякими там измерительными штучками. Так, пошли орудия покрупнее. Это 120-миллиметровая галбица, образца 1938 года. Кажется, 20 тысяч орудий было выпущено и расчет 8 человек был. Вот такая вот галбица, она еще принимала участие в Финской войне. Видно, что колеса попроще. А вот 120-миллиметровая галбица D-30. Это уже более современная галбица. Прям калибр такой же, он прям сильно отличается очень. Максимальная дальность 22 километра, тоже 8 человек обслуживала. Ну, совершенно, смотрите, это как выглядит, и это как выглядит. Просто колоссальная разница. Колеса уже как в обычной грузовой машине. С протектором нормальным. Вот как она выглядит с задней стороны. Оказывается, она поднималась так, что колесами не касалась. Три распорки. То есть она прям зависала в воздухе на этих распорках. Очень интересный вариант такой прям. Следующая у нас тут 152-миллиметровая галбица D-1 43-го года выпуска. Тоже конструктор Петров. А у него прям похожие пушки. Та 38-го года, которая и эта защита даже вообще практически идентичная. Дальность стрельбы 17 километров. Да, 152-миллиметровая галбица D-1 43-го года. Да, 152-миллиметра это мощь. Такой ствол. Как раз у нас в это время появилась ИСУ-152. самоходная установка 152-миллиметровая галбица Т-20 Хитин. Это образца 55-го года, это уже послевоенная. Да, она прям в два раза больше. Хотя вот одна ушка 152-миллиметровая. А вот другая. Вот как она выглядит сзади. С 44-го года до 55-го. Добавились элементы наводки. Больше тут всяких появилось рычажков. Колеса тоже другие. Такое ощущение, что калибр еще больше. Нет, тоже 152-миллиметровая. А это вообще 1937-го года тоже Петрова. Так, а на сколько? На 17 уже километров стреляла. Не все примерно на 17 километров дальнобой. На 17-миллиметровой. На 17-миллиметровой. На 18-миллиметровой. 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 Продолжение следует...